Аминь, аминь. Но это концепт, который я хочу, чтобы вы поняли. Наша часть истории начинается в Бытие 37, 1-2 стих. Называется «Ваешеф». И он жил или обитал. И оно говорит, как Иаков жил в земле, где его отец был странником. Кто был его отец? Кто был отцом Иакова? Как долго жил Иаков? 180 лет. Итак, его отец жил в земле, где он был странником 180 лет. Кто был отцом Исаака? Авраам. И когда... Сколько лет был Авраам, когда он получил обещание? Ему было 75. А когда ему Бог побежал в эту землю, это когда он переселился туда. И когда он жил, Авраам, он жил до 175. И дедушка Авраам был 100 что-то. Потом его отец был 180 лет. Получается, где-то 300 лет. И Иакова уже больше, чем 100. И в этой земле они все равно считаются странниками. Но Бог обещал ему эту землю. Я всегда думал, что это было интересно. Выходи. Это мой горячий чай. Большое спасибо. Намного лучше. Это что я хочу, чтобы вы заметили. И это удивило меня в это утро. Это почему-то не в ваших конспектах. Но каждый знает, что эта история начинается потомки Иакова. И это начинается с Иосифа, которому только 17 лет. И она говорит про историю из Иосифа. Вы понимаете, что первый раз, когда упоминается торговая людьми, это здесь. Самый первый раз, когда упоминается торговая людьми, которые мы видим в истории, это здесь. Это стих, который у меня есть здесь. Давайте я вас прошу первого. Братья Иосифа, были они виновны, что они продали его в Египет? Нет. Братья Иосифа не были никакой связаны с продажем его в Египет. Начнем бытие 27.27. Это что его братья сказали. «Давай продадем его к Измаилам, потому что он наш брат». И они были рады, что могли его продать. Следующий стих, в следующем стиху были измальтяне, и они хотели продать его измальтянам, но потом измальтяне идут. И измальтяне это те, которые его выводят с этой ямы и потом предают его измальтяне. Измальтяне это те, которые потом подали его в Египте. Здесь мы считаем, и когда продели купцы мадиамские, вытащили Иосиф изо рва и продали Иосифа измальтяне. Они отвели Иосифа в Египет. Итак, кто продал Иосифа, кто продал его в Египте измальтяне, но после от 37-36 мадиентяне же продали его в Египет в Патифару. Итак, интересно, 39-1 его привели в Египет и купил его изрук измальтяне, приведших вот туда египтяне Патифар, старый дворец фараонов. Как один говорит, что это мадиане, а другой говорит, что это были измальтяне, кто его продали. Это не ошибка. Это говорит нам, что мадиентяне, это те, кто продали в Египет, как его братья были тоже виновны в том, что они его продали, хотя они это не сделали. Почему они виновны? Это потому, что у них было это желание или мысль. А мадиентяне это те, которые продали его в Египет, но по идее не только продали измальтянам, но они тоже виновны в том, что они хотели его продать. Подумайте об этом. Иуда или братья никогда не продали его в Египет. Почему они чувствуются виновными и ответственными из-за их желаний или его мыслей. Куда Бог смотрит наши мысли, наши желания. Даже если мысли делают нас греховными, хотя мы не действуем на них. Мы говорим, что мы только виновны, если мы только действуем. Но здесь Бог говорит нам. Мы даже виновны, если у нас есть намерение. Это почему? Мы все грешники. Кто из вас хотел бы кого-то убить? сказали друг другу, мы виновны. Это перед тем, как Иосиф показал себя или признался своим братьям. Я перейду сюда. Я говорю чуть-чуть о торговле людьми, которые происходили сегодня. Вы знаете, что были новости, которые археологи сам удивительный пример римской рабства в Помпее. Археологи увидели там, где продавали хлеб, это где рабы их заставляли работать. И вот они здесь молят муку. это что мы считаем. Была пекарня, где рабы были заставлены, чтобы производить хлеб, где была стремлена Помпея. То, что мы увидели, это показывает больше рабов, которые жили в Помпее, которые очень часто забываются, когда говорят про историю, потому что в основном люди и те, кто работали, это что поддерживало экономию этого города. Это была культура и фабрика римской цивилизации. Были знаки, что там люди, которые были рабами и животные на земле. И было это место, где люди были молоть, чтобы производить хлеб. И только была одна дверь, которая вела к важному входу в дом. И как Бог осудил тех, которые торговали людей, это Помпей, этот вулкан. Я хочу вам что-то объяснить. вот этот триангль Техаса. Хьюстон, Сент-Антонио, Даниллс, у них самая большая торговля людей во всем Соединенных Штатах. Не ужасно ли это? Темный маркет, который занимается торговлей людьми, это производит только из-за того, что есть это требование. Один причин, почему это торговля, это потому, что люди это хотят. Почему они хотят, чтобы все иммигранты приселялись сюда? Торговля людьми сейчас приносит где-то 150 миллион долларов каждый год. 150 миллион долларов торговля людьми это желание или требование. треугольник Техаса, который соединяет Хустин, Сан-Антонио и Даллас. Хьюстон, у него самая большая торговля людьми секс во всем Соединенных Штатах. Эти три города вместе соединяются, где очень много людей передвигают и торговля людей очень легко из-за этого. Есть сессии, это те, кто отвечает, чтобы смотреть на людей, которые подействовали. Кто знает про Старбакс? В Хьюстин есть 158 Старбакс, но также что есть больше где продают бордели Хьюстин Чем Старбакс. Это почему я пишу эту книгу. В следующем году апрель посмотрите это затмение, но пройдите через эту арею, потому что Бог осудит эту торговлю людей здесь в Соединенных Штатах. Если вы не знаете, это затмение происходит тот же самый день, где это было затмение в Египте три дня. Тоже самый день. Итак, вот Соединенные Штаты. Кто знает, что у нас будут эти выборы в 2024 году? Кто ожидает хаос? Давайте вам это объясню. Будет политический хаос, как было 6 января. Правое после левое и будет очень великий хаос из-за выборов. Но не только это. Уже предохранители зажгли. Но также будут проблемы этнические. Как было проблемы с этими черными и белыми, будет как мы ответить. В 2024 мы считаем, что народ после народа. Но лучше перевод это от этническая группа после другой. И это предохранитель тоже был зажег. И было это также то, что происходит против евреев в Палестине. Это тоже предохранитель зажег. Я также верю, что мы увидим атаки террористов в Соединенных Штатах. Я это верю. я вижу, что люди можете что-то сделать, представьте, что-то сделать в нашей сакоме. Если были те, которые бросают бомбу или мазинь или заправляются, люди всегда будут смотреть, кто вокруг их. Это еще не решили, но это произошло день назад, мы также увидим бомборщик, который будет взрываться на мосте. Вы знаете, что-то произойдет с машинами, с траками, если это та террористы вокруг Соединенных Штатах. А Китай, который нападает на Тайвань, это тоже. также есть в России эти неправильные отношения. Я верю, что Божий суд идет, у нас будет может Валкана, может у нас будет также землетрясение, но это трудно поверить. Это почему написал эту книгу «Америка войны в 2024 году». Все эти предохранители сажены. Я не пророчествую, я просто говорю, то, что я замечаю. Вы видите, у нас может будет война, потом эти напады террористов, и потом будет война, которые будут нападать с других сторон. Будет война внутри и снаружи. В 2024 году, когда я хочу найти все предохранители, которые зажены, я думаю, что нам надо приготовиться. В многих способах. Люди спрашивают, как можно подготовиться? Как готовиться для цунами? Я не говорю вам, что вам делать. Нам надо приближаться Богу. Самое главное, наши отношения. Это почему я ободряю людей, чтобы они заметили это предупреждение. Это что я вижу. Библию. Да, Библия говорит, что будет война, Откровение 18 глава, 11 по 13 стих. И купцы земной плачут и возродают они в Вавилоне, потому что товаров никто уже не будет покупать. Товаров золотых, серебряных, камней драгоценных, жемчуга, весон, ярпаферы, щелка и души людей. Я могу прочитать другие, я не пропустил другое, но я хочу, чтобы вы поняли, что Бог судит из-за тел и душ человеческих. Это торговля людьми, которое происходит. Это желание для торговли людей. Есть очень большое требование в Соединенных Штатах, и поэтому Бог нас судит. На, теперь перейдем к хорошим новостям. Начнем с Бетитой 37-й главы. 1-й 2-й Яков жил в земле с равновеси отца своего, земле гнадской. Вот житие Якова. Иосиф в 17-ти лет паскот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И означает, что Рахиль и Илья умерли. Эти рабы перестали с женами, и от они не остались. И доводил Иосиф худые одни сухие дотца их. Прочитаем к Евреям 11-ть-девять. Это земля, где он был сранником. Верую обитал он на землю обитованное, как на чужой. И жил в Шатрах Исааком Иакова с наследниками того же обитования. Потом переводим Исход 12-40-41. Времени же, в которой сыны Израевы обитали в Египте было 430 лет. Так, как долго они были в Египте? 430 лет. Как долго они были в Египте? Многие говорят, что здесь написано 430 лет. Нет, опять прочитайте. Я теперь по-другому прочитаю. Времени же, которые сыны Израевы обитали в Египте, те, которые жили в Египте, это было 430 лет. Они не были в Египте 430 лет. Это что они были странниками 430 лет. Это возвращается к Исааку, который тоже был странником. Он не говорит, что они все были в Египте. Попрошаясь 430 лет, этот самый день вышло все ополчения Господней из земли египетской ночью. Давайте посмотрим, что произошло. Когда родился Авраам, 1948, ему было 75 лет, когда он получил это обещание. Это 1948 плюс 75, это 2023. Авраам выходит в обетованную землю, и наявляет, но мы знаем, что он вошел во время пасы, как мы это знаем, потому что мы знаем, что 430 лет перед тем, тот же день, это говорится, когда-то обещание было дано Аврааму, и они произошли в пасу. Мы знаем, что это Авраам родился в 1948, в 2023 он получил 75, он получил обещание, и мы знаем, что он нашел Египет, когда ему 130, уже 22, 38, и 250 лет после того, год 24,53 от Адама, это когда они уходят, если берете 24,53 и забираете 2023, получается 430. Моисей ушел из Египта в Пасху в год 24,53. Вы можете проверить, что с дня когда Авраам получил это обещание, день Пасхи, это тот же самый день, только много лет прошло, и мы видим больше руку во всем этом. Это Анамунды, это лет после создания мира, первый год от создания, в начале мы знаем, что Адам был 130 лет, когда он родил Сев, потом он родил Иноса, и потом вы можете увидеть все, которые он родил, вот потом и потом в конце мы догоним до Авраама. Это просто математика, просто простая математика. Мы знаем, что 2023 он получает это обещание. Это что столь прекрасно. здесь есть Адам и Ева. Мы знаем, что Авраам родился в 1948, мы знаем, что он был 75, это был год 2023, потом 430 лет спустя, в Исходе, это когда Моисей вышел из Египта, это 24-53, и потом 1-й царь, 6-1. Третья царство. Когда они вышли из Египта, 4-й год Соломона, он начал строить дом Божий. Мы можем увидеть этот год от Адама до того года, когда этот фундамент был установлен, и потом это был год 29-33. Мы считаем, что 7 лет занял, чтобы построить этот храм, и потом это 29-40, это даже был год Шмита. Он ждет еще один год, чтобы посетить его тогда. И это был тот год, когда этот огонь пал с неба. Когда вы читаете, вы видите Хашвон трое месяц. Это когда произошло, и он ждал еще 11 месяцев дочише, чтобы посетить его. 29-40 это год Шмита. Его можно поделить по 49. И поэтому год был посвящен год гиблии. 29-41. Это первый год Шмита цикла. мы видим, когда храм был построен. Мы знаем, что Давид стал царем в 28-89. И мы видим, когда фундамент был установлен, когда он был посвящен. 29-41. Потом переходим ко всем царям. Мы видим в конце 33-61, когда был храм исчезлен. Мы можем знать точно, когда все произошло. Вот у меня есть саблица. Этот год юбилей и Шмита цикла. Вот 430 лет. Первые 215 лет это обещание на Аврааме. Это был Шмита год. Потом рождается Исаак. Сто лет спустя. Потом Иак врожден. Авраам умирает. Исаак умирает. Это где мы сейчас находимся. в год 22-28. Потом Иак 132 ходит в Египет. Это 250-15 лет от того, когда обещание было дано. Потом посмотрим здесь на чуть-чуть. Это возраста всех детей. Иосиф был 39 и Левий был 45 когда вошли в Египет все братья. И мы видим возраст Иосифа в год Леви 22-38 уже прожил 23-09. Иосиф уже был в Египте много лет и он умер. Потом Леви самый дольше живет и умирает 23-30. И мы знаем, что Моисей родился в год 23-73. Это просто математика. Это Шхем. Также называется Шхем. Это фотографии, которые я сделал, когда я был в Итамар. Это три моря называются, потому что вы можете сразу три моря увидеть с этого места. И что эти два холма называются? Гора Ибал и Гол Герази. Это когда евреи стояли и кричали обещания и проклятия. Шхем это где был пограничен Иосиф, это что я сделал фотографию. Вы можете спуститься туда, потому что вас убьют, но можно сверху сфотографировать. Это самое ближайшее мог подойти. Это как выглядит где был похоронен Иосиф. Что мы здесь находим? Бытие 37 12. Братья его пошли пасти в Хевроне от Хеврона и посылали своих детей, чтобы они пришли в Сигем. Что мы знаем про Сигем? Это где они только убили всех людей. Это опасное место теперь, но это куда они идут. 37 13 Израиль говорит Иосифу, братья твои не посудили в Сигеме? Я пошлю тебя к ним. Иосифа сказал, я никогда туда не пойду. Но он сказал, вот я, что удивительно, здесь отец посылает своего сына к его братьям, как отец посылает Ишио к его братьям, кто был готов, чтобы найти их, это место, которое называется Вдофан, его братья не приняли, и поэтому они передали его к язычникам. Не похоже это на что-то, чтобы могли с ним делать, как они хотели. Сигем 50 миль от Хеврона. Это очень далеко он идет, это не где-то близко. Вы также можете видеть, как Яков переживал своих братьев, когда они существовали в этом месте, где им было опасно. Но Сигем также было место, где Авраам посылал первый жертвенник, когда он вошел в обитовную землю. В Торе есть эта подсказа, что пророчество сейчас начнется. Это только замечаем на еврите, мы видим это английское. И он сказал, если написал на еврите, флон это слово для овц, и посмотрите на алафтав. Есть эти две точки над алафтав. и я думаю, это очень интересно, потому что еще есть алафтав, потому что у него были два, его руки были пробиты, и он идет до паса своего. И давай переходим в Бетия 37, 15, 7, и нашел его некто. Кто этот некто? Мы не знаем, кто он был. Может это какой-то ангел. Это не просто какой-то человек, это был некто блуждающий поле. Как мы грешники, мы все блуждаем. И спустил его тот человек, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев своих. Скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я услышал, как они говорили, пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими, нашел их где? В Дафане. Услышите это? Дафан только появляется дважды в Библии. В другом месте оно также упоминается, но дважды в этом стиху, и потом еще один раз в другом стиху. Давайте я вам покажу Дафан. Если мы смотрим на карту, они начали в Евроне, потом перешли в Сигем, потом Иосиф идем в Дафан. и потом его продает и попадает в Египет. Вы не видите это на английском только на иврите. Дафан. Это может означать религию. Это часть Дофан. Но чтобы вы заметили на английском он появился с тысяч тысяч справа руки его закон. И это слово Таф. Далав Таф означает религиозное повеление или закон. Давайте перейдем к карте. В Еврите Даф означает закон или повеление. но перс у перс означает это закон который люди сделали. И у халдейцев это фонтан или колодец. Но вы опять не заметите это на английском. Но в Бытие 37 17 когда мы чаем что они были в Дафане. Вот еще одно место где оно поминается. Это 4 царь 6 13 Это когда враг так возмутился потому что есть порок в Израиле который говорит царю все что этот враг делает. И он говорит придите узнать где он я пошлю и возьму его. Вы донесли ему и сказали где он. Дафаиме что вы замечаете здесь сверху это последний раз когда Долфан используется. Но есть еще одно место где он напоминается и здесь и оно написано по-разному. Я не знаю если вы это знаете Бог специально неправильно пишет некоторые слова на еврейте но по-английски их изменяет но мы не понимаем но Бог специально неправильно пишет эти слова но мы думаем лучше исправить на английском и что было до Павлина Ю вей Бога это где-то чудо происходит 4 царь 6 царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался своими в таком и в таком месте расположился и потом он услышал что он до Фаиме и мы знаем что Елисей он то же самое месте где Иосиф встречает своих братьев мы приводим этот ролл Батит 7 18 20 и где они его взяли и прежде же он приблизился к ним стали умышлять против него чтобы убить его сказали вот идет сновидец пойдем теперь убьем его и бросим его в какую-нибудь дров и скажем что хищный зверь съел его и верим что будет с его сном как я сказал Батит 7 23 24 когда Иосиф пришел к братьям своим они снялись Иосиф одержив его одержив разноцветную который был на нем и взяли его и бросили его ров ров же был тот пуст воды в нем не было почему говорят что там нету воды потому что это еще интересно на что можно посмотреть прочитать прочитаем Батит 7 25 и сели низ из янов увидели вот идет из галада караван из мальтян и люди их несут заказ бальзам и ладан идут они отвезли в египет где братья мы видим что они бросили его в ров и он кричит освободите меня здесь братья решают делать пикник чтобы его не слышать они решили делать вне предела слышимости вот приходит измальчане и говорят давай дадим его измальтина а потом мальтиане приходит и забирает его а измальчане продолжает потом мальтиан мальтиан потом продают его потом рувим приходит он говорит что его нет все что он видит это его одежда и он говорит что мы теперь будем делать и здесь мы замечаем что братья вы никогда не продали его мальтиан мы его продали но они все равно виновны и когда продали купцы мальтиан вытащили Иосифа изорва и продали Иосифа из мальтиана за 20 серебрян они отвели Иосифа Я думаю это что интересно это что Матфея 20 18 19 вот мы восходим в Иерусалим и Сын человеческий предан будет превосходященником и книжником и осудят его на смерть и предудут его язычникам это язычники которые будут поругать на поругание и биянь и распятие это означает что и иудеи и язычники ответственные за смерть вы не можете сказать что-то евреи убили моего Христа читаем дальше 5 37 29 30 и и пришел опять к рву и вот нет Иосифа во рве раздирал надежды свои и разрешил всем братьям своим и сказал вот только нет а я куда я денусь это почему так важно братья все но думали что он во рву они стали умирать но не но не его продали потому что у них были эти мысли но это маодинтияне которые подали его потом в Египет мне еще чуть времени осталось читаем 5 39 1 Иосиф же отведен был Египет и купил его из рук из маодинтиян приведших его туда и обтянем против царедворец фараонов и мы читаем что братья Иосифа были ответственны люди маодинтияна были ответственны за то что они продали Египет мы не можем сказать это я не сделал потому что это умышление было там потом в 539 мы читаем что точно случилось ее служит в Египет и купил его из рук из маодинтиян и мы знаем что от кого патифор его купил потом 31 32 взяли одежду Иосифа и заклали козла и выморили одежду кровью и поставили разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали мы это нашли посмотри сына ли твоя одежда или нет вы не замечаете это на английском только на иврите это слово посмотри это значит пожалуйста узнай или посмотри пожалуйста посмотри и узнай хакер на это пожалуйста узнай пожалуйста узнай или распознать окей я к этому дойду хакер на это узнать и что мы видим что происходит птитос 733 он узнал и сказал это держится на моего хищный сверстил его верно рассерден иосиф иосиф потом он пропал на 22 лет исаак умер за до до первого года это 7 лет изобилия лет спустя тогда братья и отец входит в Египет но исаак тоже страдал потому что он думал что его внук был убит это следующая глава это очень трудно понять потому что 39 глава начинает где 37 мая закончилась но 38 мы читаем что произошло с Иудой в то время иуда отошел от братья своих и посел себя близко на лабинтянина которому имя хире и увидел там иуда дочь одного хананьянка который имя Шуа взял его и вошел к ней последнее что они должны делать это жениться на хананейке мы знаем это от потопа ноя потому что они прокляты почему это упоминается потому что физическая потомка Иосифа это аналогия моральное нисхождение иуды когда-то была разлука старший сын иуда умирает и теперь он знает как его отец чувствует что-то означает оплакивать потерю своего ребенка потом второй сын умирает и потом жена иуда умирает иуда есть проверка и он теперь понимает что такое потерять ребенка есть бедствие после бедствия и все жениться иуды потом два сына умирает а потом жена умирает это все происходит в течение 22 лет когда они продали иосифа иудея было 22 когда иосиф был продан ему 44 когда он ходит в Египет а следующий текст он очень глубок причем представляет начало истории иосифа иосифа это как начинается история или процесс искупления это психемия когда история пасхи начинается с продажи иосифа и здесь похоронен иосиф даже сегодня исаак умирает 180 лет иосиф было 120 иосиф было 29 когда исаак умер иосиф был продан когда ему было 17 итак исаак думал что иосиф был мертв 12 лет он даже не знал что был все равно жив и вот эта маленькая табличка это год после года мы видим что исаак иосиф 12 и потом 22 24 и потом видим что ему 100 и уже год 22 26 это когда этот пекарь умирает и он умирает рожа шану это очень важно следующий это 22 27 и Иаков 119 и Иосифу 28 и он в тюрьме и потом следующий год когда Иосиф 80 Иаков 120 и Иосиф 29 потом Иосиф 30 и когда еще он начал свое служение 30 лет и он освобожден в Рош Хошану это прекрасно потом этих 7 лет избытка начинается Монастер Монастер рожает Ефрем Ир где-то 15 потом 22 33 это когда Тамар женится на Ир когда ему 16 и потом он умирает и потом он Ир исполняется 16 и потом она женится на нем и потом Шелла ему 14 лет и говорит давай подождем пока ему исполнится 16 но Ир вот это слово это имя Ир когда мы его переворачиваем оно получается зло потому что Ир это он был зло это то же самое слово 38 7 Ир первенец Иудин был неуден перед отчаянным Господом и умертвил его Господь 38 11 и сказал Иудат Фомаре невестке своей живи домой в доме отца твоего пока подойдет шало сын мой и он сказал не умер бы и он подобно братьям своим Фомар пошла и стала жить в доме отца своего 18 13 14 и уведомили Фомар говоря вот свекор твой идет в фамну встреч скот свой взяла на себя держу отца своего покрыл себя покрывал и закрывшись ела у ворот и наима это место это где глаза укрываются это очень интересное место и поведешь что шела вырос она не дана ему жену это ливерный брак давал до два экономной безопасности связанной законы Фомар сидит у дороги на крытом месте наиврия означает где глаза открываются лет кровения потом 15-17 лет видел Иуда и подчеркнул ее заблудницу и мы видим как зашел вниз Иуда морально она закрыла лицо свое он пройдет к ней и сказал войди ко мне ибо не знал что ты не везешь ко мне она сказала что ты дашь мне если войдешь ко мне он сказал я пришлю тебе козленка и стадо она сказала дашь ли ты мне золо пока пришлешь как Ияков обманул Исаака с помощью чтобы приобрести это благословение с помощью козла и он призвался что он Иса так Иуда обманул Иякова с помощью козла о смерти Иосифа и теперь Фомар обманула Иуда с помощью козла Петер 38-24-25 Петер 38-24-25 что около трех месяцев и сказали иудоверят Фомар невестка твоя Павла блуд и вот она беременна от блуда Иуда сказал выведи ее и пусть она будет сожжена но когда повели ее она послала сказать свекру своему я беременна от его счет те вещи и сказал узнавай хакер на то что Иуда сказал Иосифу хакер на теперь Фомар говорит Иуде хакер на узнай это или распознай это время отомщения узнай это только появляется два раза в Писании эти два уникальных случая встречаются здесь только тридцать всего перед этим Иуда использует то же самое слова Иуда понимает потому что он дал беду или печаль отцу из-за этого он также послужен в публике и мы закончим это псевмы об об цитат 18 20 когда господин его слышал слова жены своей которые сказали ему Она обвинила Иосифа, что он насиловал ее. Так поступил со мной раб твой, то воспалывало гнева, и взял Иосиф, господин его, и дал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Хотите узнать, за то, что он сделал это женой, его должны были убить. Но муж, мне кажется, подозревал, что жена обманула. И он даже, как одно, он убил пекаря, и даже не услышал версии Иосифа этой истории. И мы закончили с этой частью. Давайте встанем, мы помоемся. У нас будет первая перемена, потом после прославления, и потом вы будете слушать вторую часть. Наш отец, мы так тебя благодарим за твое слово. ты смотришь на умышления нашего сердца, на мирение нашего сердца. Пусть мы все будем открыты пред Тобою. Говори к нашим сердцам, чтобы все из нас просто смирили себя. Мы знаем, что ожидает нас в этом следующем году. И нам надо подготовиться сейчас. Мы просим, чтобы ты дотовался к жизни людей. Приблизь нас вместе к друг другу. Я молюсь за те, которые поддерживают Твое служение. Здесь, Алшадай, вокруг мира. Те, которые поддерживают вокруг мира, и здесь, Один Штаток, можем быть светом к народу. Этот мир только стоит темнее, но оно самое темное перед светом. И помоя нам быть Твоим светом в этом мире. Помоя нам исполнить Твою волю. Имя Ишуа. Аминь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель Царь Вселенной. Ты благословил нас Торой Твоей правдой. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова, через силу Твоего Духа Святого, через оконченного дела, Мессия Ишуа. Ты один посадил между нами вечную жизнь. Благословен Ты, Господь наш Бог. Итак, готовы ли вы? Все присягнулись? Присягнули ваши плечи также? Посмотрим на эту карту. Вы видите, снизу, мы читаем Едом, и дом, это Исаав, и Якова брат, и сверху вы видите маленьких городков Болтсера, другая называется Петра или Села. Я пару раз ездил к Петру. Это на улице Библийская Болтсера, Израиль, Иерусалим. Это что, чтобы вы знали? Библейская Болтсера, это было главным городом Едома. Она была целицей Едома. Империя, она возникла где-то 3000 лет назад, но археологи думают, что где-то один миллион едомитян жил в Оссоре. это много людей. Это слово Восра означает ограда. Вот это ограда, это что Восра означает. Знаете, что они имеют там? у них были овцы. Это почему назвали его Восра. Это было пастушеским хонодом. Как вы видели это возле этого мертвого моря. И послушайте к этому. Исайя 34, 1, 2. Преступите народы, слушайте и внимайте племена, да услужит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рожащее в ней. Ибо гнев Господа на все народы, на сколько? Все. И яросиво на все вонь своих. Он предал их заклятие, отдал их на заклане. Кто знает, что этот стих говорит о конце, то, что еще нас ожидает. Следующий стих. Меч Господа наполнится кровью, уточняет оттука от крови ангцев и козлов, оттука с почек обновь, ибо жертва у Господа где? Восоре. это почему оно там есть кровь ангцев и козлов, потому что это кто там живут, и больше заклания в земле от дома. Он говорит о великом жертве ангцев и козлов в этой ограде. Восьмой стих. Ибо в день мщения у Господа год возмездия за Сиона. Библия говорит, что Сион Иерусалим будет этим предпятствием для всех народов. Это много несогласий об Израиле даже сегодня. Ибо день мщения у Господа год возмездия за Сион. Какой день это мщение по библейскому календарю. Ям Капур. Ям Капур. Читаем Исаия 63 1 4 стих. Тот идет от дома в червленных ризах от васора с величественной своей одежде высыпавшей полноте силы своей. Я изрекающий правду сильной чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красное и резу тебя как утоптавшего в точиле. Виноград собирают осенью. Эти события произойдут осенью. Я топтал точила один и народов никого не было со мной. И я топтал их в огне моем и попирал их ярости моей. Кровь их брызала на ризы моей. И я запятнал все деяния свое, ибо дерьм жения в сердце моем и год моих искупленных настал. Это о чем мы прочитали, но просто добавляю детали. Откровение 14.18 Иной ангел ангел и влад над огнем вышел от жертв и с великим криком возникнул к имеющему острый серп. Говоря, пусти острый серп твой и обрежь грозь винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. Вы видите эту связь? Это произойдет также осенью, виноград. Это трудно поверить. Читаем дальше. Левит 16.4.6 От говорится Ям Капур. Священный леной хитон должен надевать он. Нижнее платье леной добудет на теле его. Леной поясом пусть опоясывается. Леной кеда надевает. Это священная одежда. И пусть омывает он тело своей водой и надевает их. И от общества странов Израил пусть возьмет двух козлов жертву за грех и одного овна во всесужение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. Итак, кто из вас знает, когда вы одеваете новую одежду своим детям, говорите, не играйте с грязи. Вот священники, они делали белые одеяния, и теперь везде брызает кровь, потому что они делают сужение, делают эти жертвы. Их белая одежда испачкаться из-за крови. И пусть он от общества станов из-за их пусть возьмет двух козлов жертву за грех и одного овна во всесужение и принесет Аарон тельца в жертву за себя и дом свой. Йом Кампур это не для язычников, он это праздник для Израиля, он первый для себя, потом для своего дома, потом для Израиля. Йом Капур это не языческий праздник, это еврейский праздник. Я верю, что Израиль поймет, что Ищу из висе на Йом Капур. Я не знаю, когда именно это произойдет, в каком году, но это смысл Йом Капур. Мы только прочитали в Исаии, что у него эта одежда, она покрыта виноградом, соком от винограда. Откровение 19.2 Ибо истинно и правильное суды его, потому что он осудил ту великую любодельцу, которая растила землю любодельство своим. И взыскал кровь рабов своих от руки его. Не похоже ли это на Иосифа и его одежду? Есть много цветов его одежды, потому что он показывает все народы. Он был облечен одеждой обогренной кровью, имя ему Слово Божие, и воинцы небесные следовали за ним на конях белых. Что они были облечены? Весон белый и чистый. Почему? Потому что каждый Йом Капур, каждый еврей одевает белый. Это событие Йом Капур, которое произойдет Йом Капур. Весон с Живой сходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он посеет их железным. Он топчет точила вина, о которой мы только прочитали. Вина ярости и гнева Бога Содержителя. На одежде на бедре его написано имя царь царь Господь Господствующий. Читаем Иеремия Ибо Мноя клянусь говорит Господь, что ужасом посмеяния пустыню и проклятием будет востор. И все города сделаются вечными пустынями. Это еще не произошло. Это пророчило, которое еще должно прийти. Леви 16.17 Недвежий век не должен быть кинесобраний, когда входит он для очищения святилища до самого года его и так очистить он себя и дом и все общества Израилева. Итак, для себя, для дома своего и для общества Израиля. Это лек воем Капур. Сколько людей должно быть святых, святых, кроме него? Никто. Он один святой святых. Это написано в Левитах. Но приходим в Откровение 15.8 «И наполнился храм дымом Славы Божьей и оцелила его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь яз семи ангелов». Это ем Капур. Это связано с тем, что мы знаем Левитах. Откровение 14.16 «Изъянул я его светлое облако, и на облаке сидит подобный сын человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». И Акоматав говорит про Ишуа. И вышел другой ангел из рама и возникнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп свой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле, созрело, и поверед сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Мы не собираем еду, пока она не готова, но она готова, чтобы ее собрать. Следующие стихи 17-20. «Трой ангел вышел из ангела находящегося на небе». Также с острым серпом. Это уже второй урожай. иной ангел, имеющий власть над огнем. Пасата был какой плод собрался, какой плод собирали жнили. осенью. Очмед собирается осень, и потом летом собирается осень. Летом собирается летний урожай, и потом последний это осенний урожай. Один идет Ишиэ, другой попадает в огне Божьем. Слышилось даже до 1600 стадий. Хочешь перевел это на английский? 5 футов на 200 миль. 5 футов 5 футов глубина на 200 миль. Я перейду к истории, в которой мы встречаем Тори, про Иуду и Фомар. 27 29 Бутия 38 27 29 Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука, взяла повинная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый. Но он разлетел руку свою, и вот вышел брат его. и она сказала, как ты расторг себе преграду и нарисовала ему имя Фарес. И что Фарес означает? Это преграда расторгнуть или поломать что-то. Поэтому его имя Фарес. Фарес очень важный человек. Очень важный. Иуда имеет отношение с Фомари не знает, кто у него есть близнецы. Зера это семя и Фарес который означает расторгнуть или поломать. Второй царств 5 17 21 Когда филисимляне услышали, что Давид помазал над царством над Израилем, то подняли все филисимляне искать Давида. Они хотят воевать против Давида. И слышал Давид и пошел в крепость, а филисимляне пришли, расположились в долине Рифаи. И вопросил Давида Господа, Гаври, идти мне против филисимлян, придашь ли в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я придам филисимлян в руки твои. И пошел Давид в Алам Перасим. Что это означает? Что в Алам означает Господь Перасим? Это множественное число. Это означает, что Давид пришел к Господу, который соргает, и прозил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих, как здесь на фотографии мы читаем, как во время исхода Бог это расторг или распростер это море и победил их. Последний Мой месту Томудана имел Перасим и оставил там филисимляне и суканов своих. Они наконец-то избавились от своих идолов, а потом Давид жег их. Это что Перес означает? Это разнести или расторгнуть. Руф 4.18 Вот рода Фаресов. Фарес родил из Рома. Это был ребенок Иуда. Наконец-то Иовид в 22-м стиху. Иовид родил Исеев. И Исеев кого родил? Давида. Фарес 7-й прадедушка Давида. 7-й очень важное число. Я дам вам стих который почти никакой верующий не понимает этот стих Евангелия. Послушайте Матфея 11-12. Одни же Яна крестьяне до ныне Царство Небесной силой берется и употребляющий усилие восхищать его. Когда ты слышишь, как кто-то старается объяснить этот стих, давайте еврейское еврейское для царство берет Хамаса, и потребляющий Хамас, восхищает его. Это почему английская Библия не самая лучшая Библия. Потому что, когда мы думаем по-гречески, и на иврите, это как носит так непонятно на английском. Давайте я вам объясню, что это с ним говорит. Давайте первое установим, что происходит. Езеки 34, 31. Бог говорит, «Икзалю, вы овцы мои, овцы пасы моей, вы человеки, а я Бог», говорит Господь Бог. Господь наш пастух, и мы его овцы. Возвращаемся, где хранятся эти овцы, овчарни. Как вы бы хотели здесь находиться и никуда не можете двигаться? Кто из вас когда-то были на самолете? Вы стараетесь выйти? Я расскажу личную историю. Я никогда не забуду. Я на самолете, я сзади. Где-то 200, может даже больше людей на этом самолете. Все хотят уйти оттуда. Этот полет продолжался пять часов. И когда самолет останавливается, тогда все начинают двигаться, и ты не можешь никуда двигаться. Девушка возле меня получает звонок, и она наконец-то прыгала к детям. И ей говорят на телефоне, что детей исчезли, и что их уже нет дома. Она прыгала на каждое место. Ей надо было сразу узнать о ее детях. Она кричит. Она старается уйти оттуда по-быстрее, как возможно. Читаем Михей 2, 12-13. Это главный стих, чтобы понять стих Матфея. «Непременно соберу всего тебя, Яков. Непременно соединю осадки Израиля. Совокуплю их воедино, как овец в... Где? В осоре. Как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет Сенарушитель. Что это означает? Я покажу. Так, вы готовы? Много овц. Это продолжало целый вечер. Все уже готовы уйти оттуда. Утро приходит. Они хотят побыстрее уйти оттуда. Они прыгают. Они играют. Наконец-то. Пойдет Сенарушитель. Ферроз. Они сокрушат преграды. Войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царь выйдет перед ними. А во влаге их Господь. И Господь есть пастух. И Царство Божие. Будет так много людей, что они хотят побыстрее уйти оттуда. Что это означает? Это что Царство Небесное, что там насилие в Царстве Божьем, означает, что Царство Божие, оно распадается. Они все уходят оттуда, и Господь их ведет. Это что Ферроз означает. Это Бог, который разрушает. Из-за того, как много людей спасается. Из-за такого пробуждения, что все захочут уйти. И поэтому они разрушают, и потом ходят в Царство Божие. Читаем Руф. 1.8.10. Вы все знаете эту историю Руфи. Если вы помните, Наймин сказал двум сногам своим, как их зовут? Орпа. Не Опра. Орфа. Орфа и Руф. Что Орфа и Руф обозначают? Они язычники. Те, которые стали частью Израиля. Которые привиты к Израилю. Я навреду двум сногам своим. Пойдите, возвращите каждый дом матери своей. Достатри Господь с вами, милость, как вы поступали с умершими и со мною. Это даст вам Господь, чтобы вы нашли предстоящее каждое доме своем. И поцеловали их, но они поднялись вопль и сказали, Нет, мы с собой и возвратимся к народу твоему. А что потом происходит? Руф. 1.14.15. Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекрови своей. А Руф осталась с нею. На Амин сказал Руфе, Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим паам. Возвратись и ты все за невестку твоей. Кто знает, что имя Руф означает на еврейском? Друг Руф встает другом, евреем, во время урожая. Также она работает и потом через него рожает мессию через царя Давида. Орфа означает обернуться. И Орфа дает еврейской женщине поцелуй и потом возвращаться к своим паам. Вам всем это понятно? Руф. 1.16.17. Мне Руф сказал, Не принужай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но когда ты придешь туда, я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть стоит сделать мне Господь. И еще больше сделает. Смерть одна разрушит меня с тобою. Руф. 2.23. Так была она со служанками, возами и подбирала колоссия, доколе не кончила жатва ячменя и жатва пшеница и жила у свекрови своей. Руф и Орфа, они язычники, которые привытое в церковь. Часть церкви разворачивается или оборачивается от Израиля и идет своим богам. А Орф – это часть церкви, которая работает в Израиле во время урожая и родит Мессию. Итак, поймите это. Вы готовы? Руф. Посмотрим на картинку. Орф – это зад шеи. Руф означает друг. Руф рождает Давида. Офра рождает Галиафа. Итак, последняя битва в истории. Это будет церковь Руфи против церкви Орфы. И это что будет? Самая первая, последняя битва. И это мы читаем в конце. Мы видим, что есть это разделение в христианстве. Это продвинутая церковь. И есть эта церковь, которая поддерживает Израиль. И это будет, что будет различать их. Галиаф, которой мы будем воевать, это будет продвинутая или неправильная церковь. Это о чем нам надо думать. Поймите, это так же. О, я вообще забыл. Я не знаю. Да, давайте я отошлю сообщение кому-то. Джиоми, я отсылаю несколько книг моих в пакете. Пожалуйста, принеси мне. Где я нахожусь? Как Яков и Исаав были братьями. Они братья. И была постоянная война или битва между ними. А Малик был внуком Исаава. А Форес внуком Иакова. Как Давид и Голиаф. Здесь мы также встречаем. А Малик и Форес. Представляем 1 Иоанна 2, 18-19. Дети, в последнее время, и как вы разрешили, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы поздноем из того, что в последнее время они вошли от нас, но не были наши. Если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вошли, и через то открылось, что все наши. Проблема всегда была в церкви. Это, где это, были всегда развлечения в теле. Враг не старается идти снаружи, он старается войти внутрь. Проблема иммигрантов, которые приходят в эту страну. Мы открыли дверь, чтобы все эти иммигранты пришли. Нам не надо этот Тройджин. Мы их приглашаем и платим за них. Матвей 13, 24, 30. Другую притчу предложил он им. Говорит. Когда же люди спали, пришел враг его посеял между пшеницем плевел и ушел. И когда взошел в зелье и показался плод, тогда явилось и плевели. Преажа раба домовладыки сказали ему. Господи, доброе ли семя посеял ты на поле твоем? Откуда же нам плевел? Он же сказал им, враг человека сделал это. Хочешь ли, пойдем выберем их? Он сказал, нет. Когда вы выбираете, то вы держите вместе с ними пшеницу. Оставьте, хай, они растут вместе. И во время жатвы, прежде соберите плевел и свяжите сно, поешь, чтобы сжечь их пшеницей, уберите в жительницу мою. Плевелы, они сают ровно, а пшеница приносит плод и потом свиняется вниз. Эти плевелы полны гордостью. Он говорит, первое соберите плевел, а потом пшеницу и потом жительницу. Где больше жительница? Боже, жительница – это гора, где храм находился. У меня есть еще одна теология, о которой я буду позже говорить, связанная с этой горой. Я почти закончил. Иосиф 42, 8. Иосиф узнал о брате своих, но они не знали его. Почему? Это почему евреи не узнают тишину сегодня. Потому что мы показываем египетского Иисуса. Мы не показываем еврейского Иисуса. Это почему они его не понимают. Иоанна 1, 10, 11. Мир был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и своего не приняли. Возвращаемся к Торе. Батия 42, 21. И говорит один друг другу. Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он молял нас, но не послушали. За это и постигло нас в Горисе. 16 стих. Иуда сказал, что нам сказать Господину нашему? Что говорить? Чем оправился? Бог нашел неправду рабов твоих. Они даже его не продали, не убили. Но они стоят ответственными за свои намерения. Вот мы, рабы Господину нашему, и мы. И тот, в чьей руках нашлась чаша. Итак, Иуда, узнав, что это нашли Венимина, он говорит, «Хая пустит Венимина, а я останусь. Вместе от отрока останусь с рабом». Батия 45, 1, 5. Иосиф не мог более удержаться при всех стоящих около него и закричал, «Удалите от меня всех». И не оставался при Иосифе никого. Это произошло на Йом Капур. Это событие произошло на Йом Капур. Я могу доказать, используя Библию. Когда он открыл себя братьям своим, и громко зародал он, и услышал ебтяне, и услышал дом фреона. Я и Иосиф жили, отец мой, но братья не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Иосиф сказал, «Подойдите ко мне». Он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Ипид. Не печальтесь, не жалейте, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Я покажу, что это был Ям Капур. Используй Библию. Прочитайте это. Бытие 41.1. Мы будем говорить об этом вскоре. Помните эту историю. Два сна, один убит другой, опять начинает служить фарону. Когда мы возвращаемся от этой истории, мы говорим, что в конце два года, полных лет, начать от Рошашана до Рошашана, это говорит, что в конце этих два полных года, это опять Рошашана. Попрещайся, двух лет фарона снилось. Вот он стоит у реки. И вы здесь знаете этот сон. Бытие 45.67. «Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, которые мне орать, не жать, не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Семь лет избытка от Рошашана до Рошашана, и потом семь лет недостатка. Это тоже от Рошашана до Рошашана. Это было два полных года, означает, что опять Рошашана. И что десять дней после Рошашана? Это Ям Капур. Я верю, что какой-то год в Ям Капур, может, второй год этого суда, когда Мессия покажет себя. Это о чем-то, что вы можете подумать. Мне еще шесть минут. Я очень хорошо... Я вам расскажу историю Хануку, одного из самых хуже лагерей нацистов. Это называется Берглен Белтсен. Это Германия. Это Ночь Хануки. Я приезжаю вам эту историю. Это Берген Белтсен перед Ханукой. Рано утром три германских командира одеты в своей униформе. Они были в хороших духах. Они вошли в эти бараки мужчин. Они приказали мужчинам, чтобы встать возле кровати. И потом начали выбирать людей. Один из командиров поднял свой палец и показал на одного человека. И одним словом, он сказал, что теперь его смерть ждет. Он говорит, приди. Это продолжалось. И это убийство продолжалось даже снаружи бараки. Когда эти ангелы смерти ушли, и сами многих убитых Ханука началось. Это произошло в Берген Белтсен. Было время зашить свет Хануки. и не могли нигде масса найти. Не могли найти даже где свечу найти. И Ханука принадлежала в прошлое. Но теперь один из обуви был Ханукай. Потом эта веревка стала свечей. И потом это что использовалось, чтобы чистить обувь, стало маслом. Один раввин зажег первую свечу, и Гаврил это благословение. Это ночь, в которой было много боли и потери. Он хотел сказать Хану, спасибо Господь, что мы попали в этот сезон. Этот раввин не знает, если он может это сказать. Но потом он поворачивается этим маленьким светом, и говорит в своем стиху. Он сказал третье благословение. Благословение Господь, который оставил нас живой, защитил нас и помог нам дойти до этого сезона. Когда только раввин закончил это, один человек подошел к раввину и сказал, я понимаю, почему ты зажигаешь эти свечи. Я даже понимаю важность второго благословения. но не могу понять, почему ты сказал третье благословение. Почему ты мог сказать, что Господь провел нас этому времени и благословил нас этим сезоном. Готов ли, благодарен ли ты Господу за этот сезон, за то, что он оставил нас живыми. И раввин сказал, ты готов, ты прав. Когда я дошел до третьего благословения, я тоже не был уверен, что мне сделать с этим благословением. но когда я только повернулся, я заметил, что была группа людей, живущих евреев, которые показывали веру, посвящение, когда они слушали это, когда зажигаются эти свечи. я сказал, если он благословил такой народ, это время, когда зажигается этот Ханако, они видят эти тела, те, которые не любят сыновей отцов. И несмотря это, они могут стоять здесь и с посвящением слушать Ханако и его благословение, которое показало чудеса нашим отцам. Я был благословен, что я видела, что были такие люди с только верой, и поэтому я должен был сказать это третье благословение. Люди, которые это очень ужасно произошло, но они все равно посвящены Богу. Если вы не знаете 24 Матфея, это когда Ханако опять произойдет. Но когда мы говорим о Давиде, Матфея 1, 17, Фарез, от Авраама до Давида 14 поколений, Давида до Вавилона, 14 поколений, от Вавилона до Мессия. Почему 14 поколений? Потому что Давида имя, если это число 14, это показывает, что Мессия родится, мессия родится, но мы это не слышим на английском. Но все, которые читают по-еврите, говорят, слышат имя Давида, Давида. Это почему нам надо увидеть то, что говорится. Давайте станем. Нам надо понять знаки наших времен. Наш Отец, Наш Царь, мы так благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам. Я прошу, чтобы многие сердца были, чтобы ты достойнулся к ним, чтобы они хотели идти к Тебе, не от Тебя, ибо Ты благ, Ты прощаешь, Ты любишь. И мы благодарим, что Ты приближаешь своих детей к Себе. Ты не только хочешь благословить, но так, чтобы оставить свое имя на них. Как Ты сказал Аарону говорить. Да благословите Господь и сохраните тебя. Да призови на тебя Господь светлый мир сам свой и помилуй тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и дай себе мир. Это самое прекрасное имя. Пусть вы будете благословенны. Увидим завтра пять.